Сегодня у вас открытый урок с компанией Еврохим. Современное сельское хозяйство невозможно представить без современной светологии. Это аммофосф, сокращенно аммиак и фосфор. Его вносят в землю как раз либо осенью, либо весной, так что сейчас самое время. Но для того, чтобы пшеница в следующем году здесь выросла вот такой же колоссистой, нужно всего пару чайных ложек на один квадратный метр. Вот здесь делают почти миллион тонн аммофоса. Мы покажем, как работает это уникальное производство. Вообще степь по производству серной кислоты впечатляет. Во-первых, свои размеры здесь 25 тысяч квадратных метров. А во-вторых, если все это расплесение, нужно как бы расплести и выделить в одну прямую линию, получится трубопровод на бездомности почти 0,8 километра. Сюда на завод аппатит приводят уже измельченные, вот в таких вот железнодорожных вагонах. И для того, чтобы их разгрузить, лопата вовсе не нужна. Здесь 24 так называемых ковша на такой прямоугольной форме. Внутри каждого из них натянут специальное полотно. Это и есть спинтер, который пропускает всю жидкость сукрина вниз, а вредное вещество как бы остается на поверхности. Ков. Кормовой фосфат. По сути, это фосфор, который можно употреблять в пищу. Он полезен и даже необходим. Большинство живых существенных наших планетин, естественно, в определенных дозах, вот здесь даже написано, коровом дольме от 50 до максимум 300 граммов сунки. Вот здесь уже начали делать ремонт, и когда он закончится, это место будет самой горячей точкой на заводе. Мы остались единственными в своем роде. И мы этим гордимся очень. Всего за 10 лет фосфорит превратился из полуразрушенного завода в суперсовременное производство, продукцию которого знают и покупают во всем мире. За это время здесь более чем в два раза увеличили объемы производства и вдвое уменьшили потребление природного газа. Пять лет назад никто бы не рискнул делать то, что сейчас сделаю я. Мне надо делать. Компании и банки вложили в реализацию этого проекта более 500 миллионов долларов. Ученые подсчитали, если человечество перестанет использовать минеральное удобрение, то уже через год 40% населения нашей планеты будет полностью нечего есть. Так что производство этих веществ в любом смысле жизненно важный вопрос. О том, какие бывают удобрения и для чего они? Вы, в принципе, знаете, что такое удобрения? И не секрет, если я скажу, что они применяются для увеличения урожая. Минеральное удобрение – это у нас неорганические соединения. Спомогательное удобрение – это у нас неорганические соединения. В принципе, универсальное удобрение для чемодемных средств. Очень высокое удобрение – это у нас неорганические соединения. Вы, наверное, видели методы выращивания растений. Немного сложных задач. И последний. Мы берем воду и какой-нибудь еще выкрасить. Ну, масло. Немного меньше, снег будет сырой. Вот смотрите, у вас стоит бесцветная жидкость. Что это? Вода, щелочь, кислота. Вот. По виду определить сложно. Бывает, по запаху не определишь. Насколько познавательно, насколько интересен был такой урок? Это был очень интересный, познавательный урок. Мы узнали много всего нового, и были очень интересные опыты. Спасибо за все. А вы задумались во время этого урока, что, может быть, вы там будете работать? Может быть, директором станете посмотреть это? Я не задумалась об этом, потому что я уже выбрала свою специальность. Я буду юристом. Очень познавательный, очень интересный урок. Мы узнали о новых видах минеральных удобрений. Мы узнали, для каких почв какое удобрение подходит. Что в основном используется для создания такого удобрения. Мы узнали технологии производства. И нам главное, что нам это интересно преподнесли, чтобы презентация была интересная, люди постарались, видно, и нам всем понравилось. Вот лично мне понравилось, и мне было скучно. Субтитры создавал DimaTorzok